есть в нашем ассортименте еще такие основы так например основа с маслом оливы основа с натуральным молоком так чем они отличаются от обычной слэски например смотрите когда стоит задача сделать мыло с нуля с обязательным соблюдением прозрачности основы это очень сложно сделать с большим количеством масел с большим количеством омыленных масел и так далее для этого есть такой универсальный состав как основа с добавлением масла в заводских условиях то есть очень часто хочется сделать так чтобы мыло допустим для сухой кожи или мыло для увядающей кожи мыло для кожи с шелушением и так далее оказывало какое-то некое влияние да безусловно мыло взаимодействует с кожей буквально там одну две минуты но даже за столь короткий срок она успевает часть полезных свойств и кожи передать поэтому добавить чтобы добавить масло в основу нужно взять либо мыльную основу macsoil которая принимает до 30 процентов масел а некоторых масел до 100 но она непрозрачная либо взять прозрачную мыльную основу которая в заводских условиях уже содержит те или иные масла это масло оливы это масло какао это масло ши допустим то есть добавить твердое масло ши в основу домашних условиях будет проблематично но будет замутнять продукт она будет выступать на поверхности если вы немножко переборщить и она будет жирным на ощупь будет очень долго застывать поэтому домашних условиях сделать это достаточно сложно почему здесь потому что она омыли на в процессе производства она добавляется на том этапе как я сказал про основу fresh когда жидкости ариновая кислота расплавленная еще нет не омыленная вот к ней добавляется как раз оливковое масло и уже вместе с да но здесь его здесь немного она здесь стоит практически в центре то есть сначала конечно твердый стеарин твердый стеариновая кислота потом глицерин сколько дашь да да здесь его просто меньше по составу но она здесь безусловно есть и в гораздо большем количестве чем можно добавить физически в домашних условиях в обычную прозрачную основу понятно а молоко как заливаем конечно заливаем из под коровы прямо из под нее сначала получаем от поставщика сухое молоко сухое молоко и в процессе производства в процессе варки добавляем туда определенный процент сухого молока и уже подаем на фасовку продукт содержащий питательное масло питательное молоко я думала вы что коров у нас своя ферма да где-то скрывает от меня коров творог можно делать